Всем привет, с вами Прия. Сегодня хотелось бы порассуждать о 7.2. Зашел я, собственно, в ПТР и решил внести некий такой монолог, чтобы вам было чуть-чуть понятней, когда вы зайдете поиграть в Легион при обновлении 7.2. Собственно, какие-то квестики, какие-то прочие различные моменты. Рейдовый квест на гробницу Саргераса, где эквип соратников нужен будет 900-й. Старые элементы брони нельзя будет заюзать. Точнее, можно, но только вплоть до 850-го эквипа. Если вы хотите качать своих соратников дальше, то вам придется дропать новую броню. Если же рассмотреть реликвии, а реликвии будут являться, да и, собственно, весь Легион, что 7.2, что сейчас мы играем на живых серверах, где мы оплачиваем подписку 7.1.5. В общем, в Легионе реликвии артефакта всегда имеют важную роль. И 7.2 будет такой вот талантик, который я уже рассматривал ранее и не раз айитировал вас от той вещицы, что надо собирать 50 тысяч ресурсов оплота. Изначально 20 тысяч на один из этих двух талантов, а еще 30 на самый последний. То, что реликвии могут повысить уровень двух особенностей артефакта. Давайте уделим сейчас конкретно этому внимание. Реликвии артефакта. Все-таки важная ветвь развития в Легионе. Итак, изучая этот талант, который изучаться будет 2 недели, талант 7-го тира мы в счет даже не берем. 1 час это, в принципе, не время. Самый последний талант будет изучаться целых 2 недели, 14 дней. Итак, когда этот талант изучится, да даже и пока он не изучится, листая атлас подземелий, вы будете видеть такую картину, что... Ну, то есть интерфейс осмотра вещей остался такой же. Плюс один уровень к какой-либо способности и плюс один к случайной второстепенной особенности. пишет именно случайная особенность. Потому что в текущий момент у меня не изучен талант оплота, но в ближайшее время я его изучу и надеюсь, что все будет, в принципе, идеально и некий такой итог по реликвиям для своего воина я сделаю. Но когда мы изучим этот талант, те реликвии, которые у нас были уже добыты, они не получат второе усиление. Поэтому их придется дропать, как я правильно понимаю, по-новому. С одной стороны это бред, с другой стороны это не бред. Первая ситуация плоха тем, что, допустим, вы имеете какой-либо идеальный реликвию, там, я не знаю, 925-го эквипа. Ну, конечно, когда выйдет 7.2, это уже будет такой себе средненький итем-левел, потому что левел кап вещей, само собой, повысится. Там новый рейдовый контент, это все дело, в принципе, понятное. То, что придется выбивать этот реликвию, эту реликвию по-новой. Но, с другой стороны, это хорошо тем, что мы будем иметь две особенности артефакта. Все-таки два усиления, это классно. Допустим, два на броню, или там, на сокращение эггерического прыжка. Хотя нет, лучше не думать о таких плохих вещах. Как-то так, в текущий момент это происходит. То есть, те реликвии, которые у меня вставлены, в текущий момент они имеют одну особенность. Та, которая у меня лежит в сумке, аналогично, одна особенность. А если посмотреть различные другие, то по две. То есть, плюс один и плюс один. Там, штурм Абекистовой крепости, допустим. Старые рейды, допустим, если глянуть Изумрудный Кошмар. Плюс один и плюс один. То есть, этот талант нужно изучать как можно скорее. И пробежать, как вариант, еще раз на два те рейды или те подземелья в режиме мифик плюс, где вам нужно дропать реликвии, нужные по вашим теперь уже двум особенностям. Внимательно это изучим через какое-то время, надеюсь. А пока что ждем, ждем 7.2. Надеюсь, что ближе к маю оно выйдет и летом уже будет хотя бы какой-то контент. В текущий момент пока не очень хорошие аффиксы в мифик плюсах. Мы сходили рейды со зрителями, кому-то упали легендарочки. Я тому не исключение. Мне сегодня с миф плюса упала 7-ая уже легендарка. Так что, ну, такими вот вещами относительно казуальными позанимались. Как-то так. Ждем нормальную неделю, которая начнется завтра со среды. Будем крыть рекорды. Потом 8 марта. Величайший праздник. Не праздник весны. На самом деле будут включены пандеринские таймволки. Пандеринские путешествия во времени. Будем их проходить. Будем дропать монетки. Мои самые любимые подземелья. Я провел в них очень большое количество времени. Итак, все обсудили касательно 7-2, касательно каких-либо ближайших планов. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. Ну и голды, чтобы аналогично было до кучи. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok